В стране происходят такие события, что не знаешь, что и думать. Алумкадыра Бейшиналиева посадили вот. Он, между прочим, человек Садыра Джапарова, а хлопнули его Ташиевские. Такое ощущение, что противостояние двух соратников переходит уже в открытую фазу. Всем привет, Канеметов с вами. Иссык-Куль, министр здравоохранения и президент Садыр Джапаров открывают оздоровительно-реабилитационный комплекс Алтын-Балалык в Челпанате. Это было вчера утром. Глава государства впереди, чуть поодаль Бейшиналиев, о чем-то беседует с первой леди. И таких снимков на сайте президента куча. Даже общее фото сделали на память. Глава Минздрава стоит рядом с Садыром Джапаровым, как бы подчеркивая свою близость к главному чиновнику страны. После открытия Алтын-Балалыка президент и министр здравоохранения вернулись в Бишкек. Не успел Бейшиналиев зайти в свой министерский кабинет, как тут же забежал спецназ Альфа ГКНБ и сотрудники генпрокуратуры. В сети уже шутят. Близость к президенту не гарантирует безопасность. Истинный хозяин страны теперь уже кажется точной не Садыр Джапаров. Вчера его окончательно потеснили. В руках Камчебека Ташиева монстр в виде ГКНБ. Плюс, как оказалось, генпрокуратура и большая часть парламентского корпуса. Садыр Джапаров же контролирует только МВД и Министерство обороны. На это публичное унижение глава государства пока никак не отреагировал. Вот что пишет о происходящем журналист Сыргак Абдулдаев. Прошу прощения за необычный лексикон автора. Уверен, вы поймете, о чем он и без расшифровки кличек главных героев. Факт ареста Аконита четко указывает на вывод, что Гопник больше не намерен мириться с единоличной властью физрука и его правомонополии на государственную политику и распиливание стратегических финансовых потоков в экономике страны. И арест Аконита – это первое открытое предупреждение физрука о том, что Гопник уже созрел к открытому противостоянию с властью своего бывшего подельника и готов к драке за власть в стране. Теперь ситуация во власти зависит от того, как поведет себя дальше физрук и что он ответит Гопнику на арест своего семейного друга Аконита. Если физрук молча проглотит арест Аконита, то это весьма сильно ударит по его личному авторитету среди людей его команды и конкретно опустит его в глазах парламентских падальщиков, часть из которых сразу либо переметнется на сторону Гопника, либо займет позицию выждающего дерьма, дрейфующего в нейтральных водах сточные ямы власти. Видель Байсалов еще не определился, с кем он, с Ташиевым или Джапаровым. Открыто свою позицию он высказывать не будет. Непонятно же, кто победит. Остается только ждать. Но важней для миллионов точно знать, кому лизать. Некорректно принимать сейчас какие-либо решения, потому что, насколько мы знаем, в отношении Бейши-Налиева еще не избрана мера пресечения. Поэтому пока рано говорить о кадровых решениях. Почему мы говорим про публичное унижение президента? Алм-кадр Бейши-Налиев – это его кадр. Садыр Джапаров лично давал ему гарантии безопасности. И тут демонстративно этого человека сажают. Причем буквально часа через три после совместного мероприятия. Конечно, в чиновничьих кругах после этого начнутся разброд и шатания. Мчатся тучи, веются тучи, невидимкою луна. Кто теперь главней, круче непонятно ни хрена. Если бы президент не поддерживал Бейши-Налиева, то он вряд ли поехал бы с ним на Иссыкуль открывать оздоровительный комплекс. Зачем фототься с человеком, который скомпрометирован? Значит, Нургоджевич не предполагал, что его человека возьмут и посадят. Тем более в тот же день. Ах так, ах ты вот как! Ах вот ты как с другом, да? Вот ты как с другом! Ну знаешь! А тем временем Алм-Кадыра Бейши-Налиева закатывает в асфальт основательно. Сразу семь уголовных дел, обвинения все тяжелые. Даже статья «Коррупция» имеется. К слову, операция по его задержанию была совместной. Ташиев выделил альфовцев, а Зулушев взял на себя всю работу по сбору доказательств. Ночь министр здравоохранения провел в изоляторе временного содержания ГКНБ. Альфовцев. Субтитры создавал DimaTorzok Генеральная прокуратура возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алм-Кадыра Бейши-Налиева. Одно уголовное дело возбуждено по статье о коррупции, два уголовных дела по статье о вымогательстве взятки, четыре дела по статье о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта. Из сообщения Генпрокуратуры. В Генпрокуратуре вскоре поделились подробностями. Речь идет о колоссальном ущербе – полтора миллиарда сомов. Чуть меньше того, что заплатил Раим миллион в качестве откупных за свободу. По личному указанию министра здравоохранения Алм-Кадыра Бейши-Налиева, в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1,581,474,315 сомов. Безосновательно было куплено 2,460,000 доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того, что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности. Государству причинен ущерб на сумму 1,581,474,315 сомов. Из сообщения Генпрокуратуры. Теперь последнее слово за судом. Если Алм-Кадыра Бейши-Налиева во дворят в СИЗО ГКНБ на время следствия, то это будет означать только одно. Садыр Джапаров потерял контроль и над судебной властью. Это уже ни в какие рамки не лезет. Заткнись! Тучи над Джапаровым сгущаются. Мелис Аспеков передал юристу Нурбеку Токтакунову компромат на президента. Бывший соратник Садыра Джапарова сейчас в тюрьме. В апреле он оказался накануне президентских выборов 2021 года. Перед арестом активист успел поработать в избирательном штабе главного кандидата. Заявлял, что лично получал от Нургуджевича чемоданы с деньгами сомнительного происхождения. После того, как суд удалился в совещательную комнату, Мелис Аспеков сделал заявление о том, что в ходе избирательной кампании кандидата в президенты Садыра Джапарова в январе 2021 года он, как координатор Почуйской области, передал координаторам районных штабов миллион долларов, полученные им от Садыра Джапарова. В беседе он отметил, что сам Джапаров получил их от Сауромба и Аджиембекова. При этом, говорит Аспеков, по официальным данным, кандидат в президенты потратил Почуйской области 62 миллиона сомов. Он сообщал об этом правоохранительным органам, но дело заволокители. Он сливал расписки в интернет, но публикации были удалены путем взлома его аккаунта. По его мнению, расписки тянут на импичмент президента. После чего Аспеков передал мне расписки на общую сумму 547 тысяч 500 долларов. Я почел за разумное сразу же слить расписки, чтобы не держать за пазухой. Происходящие в стране события президент Садыр Джапаров прокомментировал только к концу сегодняшнего дня. Интервью он дал к слову журналистам Азатыка. Недавно Генеральная прокуратура обратилась по поводу нарушений по итогам проверки деятельности Алымка Доробейшина-Лиева. Я сказал, что если действительно государству нанесен ущерб, то пусть проверяют, кто бы это ни был. Возможно, они решили подождать с допросом до открытия детского реабилитационного центра. Вчера, увидев его задержание, я создал комиссию и сказал им, я хочу знать для себя, действительно ли обоснованно возбуждено дело или нет, выясните. Я должен быть справедливым, потому что среди общественности звучит мнение, что министр и генеральный прокурор враждуют. Поэтому призываю вас воздержаться от одностороннего очернения. Следствие будет идти, никто не будет препятствовать. Комиссия ознакомится с материалами дела и предоставит мне информацию. После этого сделаем выводы. В Кыргызстане бурлят политические процессы, меж тем на юге снова неспокойно. Обменялись выстрелами кыргызские и таджикские пограничники. С обеих сторон есть раненые. Военные соседней страны снова применили минометы. В местности Булахбаши Баткенского района пограничный наряд обнаружил военнослужащих соседней страны. Они незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана. Игнорируя требования покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между нарядами двух стран произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. Из сообщения погранслужбы ГКНБ. По официальным данным пострадали двое кыргызских военнослужащих. В ГКНБ тем временем сообщают о переброске тяжелых вооружений границы. Делает это Таджикистан. По состоянию на 14.15 перестрелка в местности Булахбаши Баткенского района прекращена. Несмотря на то, что в 14.07 пограничные подразделения двух стран получили команду о прекращении огня, таджикская сторона продолжила обстрел позиций кыргызской стороны вплоть до 14.15. Перестрелка закончилась, с обеих сторон есть раненые. Из сообщения погранслужбы ГКНБ. Таджикская сторона не должна применять минометы во время пограничных инцидентов, но она продолжает это делать, несмотря на многочисленные уверения. Почему бы нашим разок не ответить тем же, неужели у нас минометов нет? А на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok